Минобороны России заявляют о перехвате украинской ракеты С-200 над Белгородской областью. Как отмечают в ведомстве, ракета была переоборудована для ударов по наземным целям. Тем временем из Белгорода продолжают эвакуировать местных жителей. После обстрелов города в конце декабря и начале января в пункты временного размещения заселились около 300 человек. Кроме того, местных детей отправят на зимние каникулы в другие регионы. Тем временем Владимир Путин встретил Рождество с семьями погибших военных, и эти семьи тщательно отобрали. Как сообщает проект агентства, к президенту допустили провластных общественниц, а также детей, которые уже встречались с ним 4 ноября в День народного единства. Самой многочисленной семьей в гостях у Путина стала семья священника Михаила Васильева. Его вдова привела пятерых из шести детей. В качестве священника Васильев посещал военные конфликты в Чечне и Сирии, а во времена мобилизации советовал россиянкам рожать больше сыновей, чтобы не бояться отправлять их на войну. О тщательном отборе семей заявили и аналитики Американского института изучения войны. Эксперты отмечают, Путину нужны демонстративные и широко разрекламированные встречи с военными и их семьями для своих предвыборной кампании. Публичная поддержка этой большой части электората жизненно важна для Кремля, отмечают аналитики. Концовка прошлого года ознаменовалась резким ростом аварийных инцидентов в российской авиаотрасли. При этом по подсчетам Newsweek общее число авиапроисшествий в России в 2023 году выросло втрое. Журналисты вот так вместе с экспертами попытались разобраться, насколько это связано с санкциями, чем живет российская авиация и что еще ждет ее в будущем. Подробности читайте на нашем сайте. Вот defistag.tv. В материале в мире вообще нет ни одной страны, которая полностью делает самолет самостоятельно. Есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана, если есть политическая воля. Так президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ситуацию с избранием своего преемника летом, когда он будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Ранее стало известно, что Орбан может сменить Мишеля на посту президента Евросоюза. Если действующий глава выдвинет свою кандидатуру в депутаты на выборах в Европейский парламент, как заявлял, и будет выбран, то он покинет пост уже в июле. Если политикам не удастся прийти к согласию, председательство в Европейском совете на полгода перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Будабешт будет председательствовать в ЕС с июня по декабрь этого года. «У нас есть шесть месяцев, чтобы позволить главам государств и правительств формировать свое мнение о том, как организовать демократический переход после европейских выборов», отметил Шарль Мишель. При этом Виктор Орбан не станет жертвовать своими функциями премьер-министра в обмен на должность председателя Евросоюза. Об этом нам рассказал политолог-международник Сергей Толстов. «Разумеется, Орбан не будет жертвовать своими нынешними функциями премьер-министра в Венгрии, поскольку это дает им гораздо больше возможностей, прав и перспектив. Он никоим образом не станет переходить на должность председателя Европейского совета, тем более, что нынешние руководства стран ЕС. Президенты парламента его не утвердят». Отмечу, Орбан известен как противник выделения военной и финансовой помощи Украине. В 2023 году он стал единственным лидером стран ЕС, кто встретился с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня избранная президент Беларуси Светлана Тихановская приезжает в Варшаву. В польской столице она пробудет два дня. За это время она примет участие в приеме от имени президента Анжея Дуды, а также встретится с новыми руководителями обеих палат польского парламента и новыми министрами, а также с мэром Варшавы и руководителями дипломатических миссий. «Наша задача – вернуть ситуацию в Беларуси в повестку дня, показать необходимость срочного решения проблемы белорусских политзаключенных, необходимость более жестких санкций, а также поддержки независимых СМИ и гражданского общества. Победим!» Когда мы вчера попали в эту предрождественскую ночь, эмоции просто переполняли, можно сказать, зашкаливали. Перед встречей с президентом нам показали конюшню его. «Посчастливилось вчера еще присутствовать на богослужении с Владимиром Владимировичем». «Я слышал еще версию о том, что закупаются подбитые Брэдли в Сирии, по-моему, или в Ираке, доставляются сюда и фотографируются для того, чтобы произвести впечатление на украинцев и сбить их в боевой настрой». «Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле». «Повторяю, ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб». «Нам же нужно автоматами, может быть, мы можем их вооружить, но нам нужна не толпа злых мужиков, а вооруженная калашниками. Нам нужна современная армия с бронетранспортерами, с ракетными установками, с артиллерийскими танками и все прочее. Вот этого у нас нет. Вопрос, который многие всех волнуют, это мобилизация. «Будет ли вторая волна?» «Будет ли вторая мобилизация? Ее нужно делать, но ее не будет. Нужно делать, потому что нам вообще-то желательно, чтобы армии у нас все больше. Но ее бессмысленно делать, мобилизацию, потому что мы еще те 300 тысяч не вооружили. Понимаете?» «И не обучили, кстати». Вот смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин наших, защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. 150 тысяч, то есть половина в войсках, в группировке. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных граждан не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так и назвать, это так называемый боевой резерв. Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Вот, пожалуй. «Специальная операция военная, она не так быстро закончится. И это только первая волна была мобилизации». «Думаю, неправда». «А почему?» «Мало верится вообще в нашей стране, верить нашему руководству». «Я думаю, закончился первый этап и явно будет продолжение. Мне кажется, эта еще история продлится какое-то время». «На сегодняшний день – да». «Да?» «Да». «И дай бог, чтобы и дальше закончилось». «Думаю, что соврал». «А почему?» «Ну, потому что приказа-то нету». «Миноборона в начале предполагала меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Первое. Второе – ничего дополнительного не планируется. Я никаких предложений от Минобороны на это счет не поступал. И в обозримом будущем я отчет не вижу никакой необходимости». «Мобилизации больше не будет, а делается все наоборот». Он говорил, пенсионная реформа, а делается все наоборот. Поэтому я ему не верю. Все, что он говорит, он все вред. «Мобилизации больше не будет, а делается все наоборот».